За корюшкой на Северный Тиман. Один из самых популярных фестивалей Ненецкого округа прошел в Индиге. О том, как это было, расскажет Василий Хатанзейский. Несмотря на мороз под минус 30, в сердце Тимана стартовал четвертый фестиваль корюшки, где собрались ровно 100 любителей рыбалки, чтобы доказать, кто лучший в этом деле. Рекордное количество участников и желание победить. На реке Индига после старта разворачивается настоящее зрелище. Любители рыбалки бегут к своей лунке, чтобы как можно быстрее начать подлёдную ловлю. Все участники на своём месте. Для каждого рыбака заранее была подготовлена лунка и стандартный набор для ловли. Складывающийся стул и удочка. Здесь собрались рыбаки разных возрастов. Девятилетний Даниил Рочев принимает участие в соревновании впервые. Одевался, собирался, удочки готовил, конкурсом готовился. А что ещё будешь помимо ловли, чем будешь заниматься сегодня? Ну, конкурсами, которые будут. На фестивале корюшки в заснеженной северной глубинке в рыболовном мастерстве соревнуются не только местные жители, но и гости из других регионов. Андрей Пычкин приехал в сердце Тимана вместе с семьёй. За плечами мужчины множество соревнований по ловле рыбы, но в индиге он впервые. У нас в Астраханьске проходят мероприятия, соревнования по рыбной ловле. А тут получается масштабный праздник. Как готовились вы все к фестивалю? Какую наживку используете? Наживку использую. У меня получается обрезь, брюшки, семги и миски, черви специальные морские вяленые. Клёв, надо отметить, не очень хороший. Кто-то поймал только пару рыбин, а кто-то вовсе остался ни с чем. А тем временем время, отведённое на ловлю корюшки, подходит к концу. И далее к своей работе приступают судьи фестиваля. У нас взвешивается, в общий зачёт идёт рыба, навага и корюшка. Мы измеряем самую маленькую и самую большую рыбку. Ага. А вообще, какая самая большая была за всю историю? Ну, я помню, что 6 килограмм, более 6 килограмм было вывода рыбы, а вот сколько помню, не помню. Именно какие. Там, по-моему, 11, самая маленькая была. Однако на этом фестиваль не заканчивается. Концертную программу обеспечили артисты Тиманского дома культуры. Вокальную группу «Хэтха» этнокультурного центра НАО и чикотский традиционный ансамбль «Кочевник». Центр арктического туризма подготовил площадки по традиционным ненецким видам спорта. Каждый мог попробовать себя в метании тензия на хореи, перетягивании палки и ненецкой борьбе на поясах. А для самых юных гостей заповедник Ненецкий организовал площадки с экологическими играми. С каждым годом фестиваль набирает обороты. В далёкую и заснеженную Индику приезжают всё больше гостей. Я был потрясён количеством людей, которые собирает фестиваль корюшки. Это уже давно не местное какое-то событие. Это большой региональный праздник – фестиваль корюшки. А почему? Потому что наша корюшка самая вкусная. По итогам соревнований по ловле лучшим рыбаком стал Николай Канев из посёлка Искателей. Его улов составил 1 килограмм 850 грамм рыбы. Ну а сам фестиваль корюшки уже стал визитной карточкой региона. История корюшки длится уже с 2019 года. Автор и идейный вдохновитель праздника – Ольга Ваучейская. Я как-то просто услышала, что в Санкт-Петербурге проходит фестиваль корюшки. И у меня сразу же проникнула мысль. А у нас есть такой замечательный посёлок Индига, где корюшка, по сути, всю зиму, нашу северную долгую зиму, кормит весь посёлок. И так и возникла идея – а почему бы не сделать в Индиге праздник корюшки? И с этого всё началось. В этом году организацию всего фестиваля взяла на себя администрация Ненецкого округа. Отметим, что мероприятие проводилось при финансовой поддержке ООО «Нефтегазовая компания развития регионов» и Акционерное общество «Ненецкая нефтяная компания». Более подробно о том, как прошёл фестиваль, расскажем в специальном репортаже. Василий Хатензейский, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...